3, 2, 1 Этот робот собирает кубик за 38 миллисекунд. Человеку за ним не поспеть, однако цель общесибирских соревнований выявить самого быстрого. Участников на тренировках никто не подпинывает, наоборот, их от снаряда не оторвать. Это очень увлекательное занятие, и поэтому очень многие подсаживаются. Только узнав об этом, посмотрев пару роликов в интернете, уже хочется собирать. Как говорится, ловкость рук, но любой спидкубер скажет, что это в равной степени работа головой. Клубы, платные тренинги, методички с разбором ходов. От сравнения с шахматами, конечно, не уйти. В кубике тоже есть методика, которую изучаешь, и шаг за шагом ты собираешь кубик целиком. Поэтому, не зная этой методики, кубик собрать тяжело. Как и в шахматах, в спидкубинге есть и свои вундеркинды. Самый маленький участник этих соревнований – шестилетний лев. Пока его рекорд – 39 секунд. Родители такое влечение сына поддерживают всеми силами. Красавчик! Молодец! Я им заинтересовался и начал пробовать собирать. И я все новее и новее кубики пробовал. И дошло до того, что я стал спидкубером. Возрастных ограничений и категорий на соревнованиях нет, поэтому лев может легко соперничать с самым возрастным участником – Александром Куминовым. Александру Сергеевичу 71. К изобретению Рубика он относится с особой благодарностью. Оно помогло ему восстановиться после инсульта. Поэтому теперь пенсионер агитирует ровесников взять кубик в руки. Если вы не хотите, чтобы к вам одновременно постучался Паркинсон и Альцгеймер, занимайтесь кубиком Рубика. Вот и все. И у вас мозги будут работать, и руки. Кубик Рубика – открытие не то чтобы революционное, но для многих действительно возможность. Отвыкнуть от смартфона, отдохнуть от работы или найти друзей. Так что любители этой головоломки дружно вам скажут – кубик, любовь моя. Андрей Дриер, Николай Шилко. Наши новости.